Приветствую вас! Давайте разбираться с тем, что вы написали. Я встречаюсь с молодым человеком около года. Вместе мы не живем, но проводим много времени друг с другом. Вернее, проводили. Он мне изменил. Ну, давайте вот здесь мы с вами попробуем сразу расставить все точки над. И, значит, встречаетесь вы с молодым человеком почти год. Что, в общем, срок не такой большой, каким мог бы быть, да? Вот. Но, тем не менее, тем не менее, вы встречаетесь с молодым человеком год. Вместе вы не живете. Кстати говоря, вопрос, почему вы не живете вместе, ну, то есть, хотели бы вы этого или нет. Далее вы говорите, что он вам изменил, и что вы очень много об этом говорили. Значит, он извинялся. Пишите вы. И я простил. Понимаете, а... Как вам сказать? Извинения молодого человека, они дадут вообще мало результатов. Именно извинения. Потому что... Измена, она всегда имеет причины под собой. И если... Эти причины... Не рассмотреть, если эти причины не... Разобрать, то... Извинения вам, ну, не дадут абсолютно ничего. То есть, то, что вы... Много... Говорили об этом... А... Ну... О том... Что он вам изменил, это... Хорошо? Это правильно, что вы говорили об этом. А вот то, что он изменился, и вы его простили, не совсем. Потому что... Это некая такая, знаете... Родитель... Родительская позиция. Или детская, в зависимости от отношений. То есть... Он может вам... Изменить. И теперь он знает, что если он вам изменит еще раз, например. Или просто если он вам изменит. Вы его... Простите. Он знает, что вы его простили. Как бы и что вы теперь не делали, не говорили, молодой человек знает, что вы его простили. И... Если им не было... Эм... Извлечено... Каких-либо уроков... А вот... Именно... Из этой ситуации. То есть, если он не высказал вам... Эм... Какое-то неудовлетворение, например, вашими отношениями. Если он не... Рассказал вам... О том... Ну... Что его не устраивало. Грубо говоря. А... Если... Молодой человек... Эм... Не объяснил вам, почему он сам... Так поступил. То есть, ну... Что заставило его... Так поступить. Вот. Вот. То можно... Ам... К сожалению, утверждать... Что... Подобная история... Ага... Повторится... Рано или поздно... В нос. И... Если вы... Не хотите... Этого... То... С этой проблемой... С проблемой измены... Нужно разбираться более детально. То... Вполне вероятно, что... Эм... Вы можете... Сказать человеку... Человеку... Что... Вы ему в принципе верите. Ну... Верите ему... В том, что... Он не будет из меня. Не... Но... Хотели бы лучше понимать... Эм... Почему он это сделал. Чтобы... Давать, например, ему... То... Что он... Хочет. Чтобы... У него не было... Этого... Стимула... И мотива... Вам изменять. Дальше... А... Следующий важный момент. А... Который... Можно... Поднять... А... Воключается в том... Что вы говорите... Что он хочет... А... Так... Как раньше. Здесь... Непонятно. То есть... Вы считаете, что... Мужчина... Не должен... Эм... Хотеть... Того, чтобы все было как раньше. Вы считаете, что... Эм... 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 Например... Эм... Вести себя... По-другому. Вы, например... Эм... Эм... Считаете, что имеете право теперь на... Эм... Эм... Другое поведение. Эм... Эм... Но если так... То почему? Эм... Если так... То почему Вы так считаете? Получается, что вы всегда хотели этого, получается, что вам всегда это было нужно, то есть вам, ну, грубо говоря, всегда хотелось, чтобы вы были, например, более свободны, но у вас не было для этого возможности, а сейчас, например, возможность такая появилась, допустим, и вы, видя и чувствуя, что такая возможность есть, у вас, а вы теперь хотите, чтобы так было всегда, но, опять же, не совсем понятно, почему, если вам это не нравится, если вы считаете, что вы, например, достойны большего, если вы считаете, что вы не должны подчиняться мужчине так, как вы это делаете, например, сейчас, то почему вы делали это раньше? Что заставляло, что заставляло вас делать это раньше? И, опять же, мужчина, он, по вашему мнению, не имеет право этого хотеть, то есть, смотрите, проблема, она как бы решена, то есть, я имею в виду, что он попросил у вас прощения, ну, ну, мужчина, а вы его простили, поправьте меня, если я ошибаюсь, и все. Проблема закрыта, разве нет? А если проблема не закрыта, то тогда возникает вопрос, почему? Далее вы говорите, что он хочет, чтобы я его слушал, а при этом общается с той девушкой, с которой я изменил, но они просто друзья. Значит, и вы пишете, что это ужасно несправедливо. Здесь, по моему мнению, вы сталкиваетесь с определенным детским таким архаизмом пережитков, когда считаете, что может быть справедливость, ну, в мире, в жизни вашей и так далее. То есть, у вас откуда-то взялась вот эта вот вера в справедливость, что кто-то, какой-то человек будет родить за вашу добрость, чтобы для вас все было справедливо. Что это? Детская наивность? Страх ответственности? Обиды на родителей, например? Это большой вопрос. Но, ну, я понимаю, что когда вы, когда вы обижаетесь, то есть, когда вы говорите, что это несправедливо, вы, во-первых, попадаете в состояние состояние жертвы, то есть, вы полностью снимаете в себя ответственность за то, что происходит в вашей жизни. Это во-первых. Во-вторых, вы начинаете вести себя как ребенок в том плане, что вы говорите, вот, какая несправедливая, должно быть по-другому. Что, по сути дела, создает для вас невротический синдром, то есть, ну, говоря о невротическом синдроме, я имею в виду, что есть у вас, у вас есть какие-то желания, вот, но эти желания реализоваться не могут. Ну, в силу того, что вы ставите их, эти желания свои, в зависимости от, ну, от других людей. В данном случае от, например, своего мужчины. То есть, вы именно ему предоставляете, предоставляете возможность сделать вас счастливой. При этом вы в силу этого начинаете от него зависеть. И эта модель поведения, она вызывает вопрос. Откуда? Откуда такое отношение к себе у вас? Благодаря чему это отношение стало возможным? Я вот еще раз открыл ваш вопрос, чтобы убедиться в том, что я правильно понял. Я должна делать то, что хочет он, и он сам делает то, чего хочет он. Значит, ну, здесь, опять же, нужно понимать, что вы никому не должны ничего, что мужчина-то имеет право требовать от вас какого-то поведения, ну, просто потому, что он свободен. Он имеет право требовать. Но вы имеете полное право не делать того, чего не хотите делать. То есть, здесь у нас, на мой взгляд, вот именно такая ситуация возникает, да? То есть, вы говорите, что я должна, но вы не должны. В отношениях то в том-то и дело, что в отношениях вы не должны ничего и никому. И если вы делаете то, что вы должны, ну вот, как бы, по вашему мнению, то есть, вы делаете то, чего вы не хотите, но то, что вы должны, по вашему мнению, то это говорит о том, что вы в отношениях своих нет свободы. И причина, причина такой не свободы требует, опять же, выяснения. То есть, для чего? Для чего я стараюсь делать то, что мне не нравится? То, что мне не по душе? Да? Вот вы делаете то, что вам не нравится. Вы говорите, я должна, я должна так делать. Так вот, для чего вы это делаете? Чего вы ожидаете в ответ, ну, от своего мужчины в таком случае? Это раз. Насколько ваши ожидания в таком случае оправданы? Это раз. Насколько реализуются ваши желания? Это два. И, в-третьих, понимаете ли вы, что в этом случае вы в зависимости находитесь. То есть, здесь важно понять, какие желания кроются за тем, что вы делаете, и какие способы вы используете для того, чтобы, ну, собственно, эти свои желания реализоваться. То есть, пока, пока, для того, чтобы быть счастливой, например, вы делаете то, чего делать не хотите. И у меня, опять же, к вам вопрос. Адекватно ли это цена? Ну, вот. Вашему счастью. Или сейчас, на данный момент, вы понимаете, что вы не счастливы? А, я полагаю, что это именно так. Что вы не счастливы. Ну, вы не можете быть счастливы, да, и задавать нам этот вопрос. Далее. Далее. Вы пишете, что молодой человек общается с этой вот девушкой, с которой он изменил, но они просто друзья. Опять же, постарайтесь понять, что молодой человек может общаться с кем угодно. Это его право. Это его выбор. В конце концов, это его жизнь. Понимаете? Нет. Но вы, 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 вы также вправе на это реагировать. То есть, вы вправе сказать молодому человеку, например, о том, что ты знаешь, как бы, я вот знаю, да, что ты общаешься там вот с этой вот девушкой. И, да, ты говоришь мне, что вы друзья. Ты говоришь, что, ты говоришь мне, что вы друзья. Но я не то чтобы тебе не верю. Мне, грубо говоря, ну, мне просто неприятно. То есть, ну, просто неприятно, просто неприятно, что вы общаетесь. И поэтому я как бы понимаю, я понимаю, что она тебе дорога. Я понимаю, что ты ее оценишь. Вот. А я не прошу тебя, значит, чтобы ты там с ней рвал, грубо говоря. Вот. Потому что, ну, понимаю, что она тебе важна. Но я чувствую себя некомфортно. То есть, мне неприятно. Я считаю, что, ну, вы не должны общаться. Вот. И поэтому, соответственно, я решил взять паузу, чтобы, чтобы подумать немножко, собраться с мыслями, да, и так далее. Вы здесь говорите про себя. Вы не говорите про него. Вы не говорите, что делать ему. Понимаете? Ну, вот. И это, это вопрос выбора и вопрос личный границ. То есть, где я и где ты? Где твоя ответственность за, ну, 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 за проблему, за ситуацию? Ну, вот. Где твоя ответственность? А где моя ответственность? Где ты отвечаешь за то, что делаешь и вообще за то, что происходит? И где я отвечаю за то, что происходит? И ты отвечаешь за то, что касается тебя, а я отвечаю за то, что касается меня. И если мне, например, что-то неприятно, то, соответственно, я не буду с этим мириться. Вот. И всё. Знаете, то есть, если вы не можете выстроить границы, если вы не можете увидеть границы между собой и другим человеком, то у этого, опять же, есть причина. То есть, по какой-то причине вы не выстроили границы. Что это? Неуверенность в себе. Попрепенность в другом человеке. Ну, если у вас, например, были гиперопекающие или отстранённые родители. Ну, эмоционально вы, если не были близки с родителями. Ну, вот. То есть, понимаете, во всех этих случаях, во всех случаях, вы наделяете своего молодого человека определёнными качествами, которых у него не то, чтобы прямо нет. Я бы сказал, что они, может быть, у него есть, но они не должны быть. То есть, эти качества для, именно, эээ, для мужчины, эээ, вашего, вашего, эээ, мужчины, они необязательны. Эти качества. Понимаете? Вот. Но, но, важно понимать, что, несмотря на то, что они, они необязательны, эти качества, вам-то это всё равно нужно. То есть, у вас, ваши желания, они имеют, эээ, ну, имеют место быть. Они имеют право на существование. Ваши желания. Поэтому, надо понять, чего вы хотите, от молодого человека. Чего вы хотите, от, ээээ, себя. Да? Эээ, проанализировать своё поведение. Почему он вам изменил? То есть, вы говорите, что, вот, он ведёт себя так, как будто ничего не произошло, и не чувствует своей вины. Так, а за что ему чувствовать свою вину? Почему он, должен вести себя так, как будто что-то произошло, ведь вы его уже простили? Понимаете? И почему вы считаете, что, это, его вина? Ну, я имею в виду, только его вина. Ведь, в отношениях, как бы, двое. И, вы, в отношениях, точно есть. И, вы, играете свою роль, какую-то. Так же. И, соответственно, эээ, вы сыграли свою роль и в том, ээээ, что произошло. То есть, нужно понять, почему мужчина вам изменил. Может быть, именно поэтому он вам изменил. из-за того, что, эээ, вы, чересчур в нём нуждались, и, чересчур сильно ему подчинялись. Может такое быть? Вполне. Я запуталась, не знаю, что мне делать. Эээ, запутались вы, опять же, потому что, что, у вас есть, желания, желания, эээ, связанные с, эээ, молодым человеком, но, которые, к нему, эээ, вообще, никакого отношения не имеют, изначального. То есть, молодой человек, это мужчина. Это отдельная личность, которая может делать все, что хочет, у которой есть право на это, право делать все, что она хочет. По крайней мере, до тех пор, пока вы, эээ, ну, грубо говоря, не поженились. Эээ, измена молодого человека и его поведение, это показатель отношения к вам. Но это не показатель отношения лично к вам. Это показатель того, как он готов относиться к людям. То есть, если бы вы были другой, другим человеком, ну, он бы, не факт, что был бы с вами, ведь он, наверное, специально выбрал именно вас. Значит, у него для этого были основания. То есть, он обращается с вами так, не по несправедливости, а потому, что по-другому он не может. Или не хочет. А вы, вы позволяете к себе так обращаться. то есть, эээ, нужно узнать, почему. То есть, из-за чего так. Эээ, для чего вы, эээ, терпите, эээ, такое его отношение и явное пренебри, пренебрежение к себе. Зато он не изменится, он, эээ, по крайней мере, пока вы ему не дадите понять, что, эээ, ситуация вас не устраивает, он не изменится, ничего не изменится, эээ, в его отношении к вам. Потому что, нет, эээ, мотива, нет стимула ему меняться. Вот. А у вас есть, у вас есть стимул, у вас есть желание, которое вы пытаетесь удовлетворить с его помощью, с помощью молодого человека. И именно поэтому вы, эээ, и запутались. Потому что вы не хотите его отпускать, но это не любовь, если вы не хотите его отпускать. Это что-то другое. Потому что, очевидно, что если мужчина изменяет, значит он с вами не счастлив. И очевидно, что если он общается с этой девушкой, с которой он вам изменил, то как минимум он к вам не прислушивается, но это его выбор. Вы же не хотите его отпускать, почему? Вы не пишете, почему. Вы говорите, и с ним мне быть сложно, почему? Опять же, чем? То есть, вот, сложно быть, эээ, почему, почему? Потому что вы понимаете чётко, что вы не единственная, эээ, в его жизни. И вопрос в том, что вы миритесь с этим. Молодого человека, вам сейчас, не переделать никак. Потому что, эээ, он такой. Это, опять же, как я, эээ, как я говорил, это его, эээ, право. Быть, быть таким. Понимаете? А ваше право, ваше право, вы другой. Ваше право, эээ, вести себя так, как хотите вы, для защиты своих интересов. А вы, ещё раз, вы свои интересы не защищаете. И, очень важно понять, почему. Вот просто, если вы спросите себя, что мешает мне его отпустить, и ради чего я терплю его такое поведение, ради чего, например, я... Должен, должна... Допустим... Эээ, ну... Допустим... Делать... То, чего он хочет. Вот, зачем? Вот, что я... Как бы... С этого... Получил, например. Зачем мне это нужно? Понимаете? Вот, если вы, для себя, на этот вопрос... Ага, ответ найдёте... То, я полагаю, что... Вам будет уже... Ну, как, как, как минимум... Как минимум... Гораздо проще. Потому что, эээ... Вы сможете, по крайней мере, увидеть, что именно удерживает вас. Эээ, ну... Вот, с молодым человеком. Что именно удерживает вас, эээ... Эээ... С ним. Какой аспект удерживает вас с ним? Потому что, вы не свободны. И... Поскольку, вы... Не свободны. То, совершенно очевидно, что... Эээ... Нельзя говорить... Эээ... При условии, что вы не... Не свободны. Нельзя говорить о... Какой-либо... Любви. Нельзя говорить о... Чувствах. Эээ... Нельзя говорить о... Эмоциях. Нельзя говорить... Говорить... Говорить о... Значит, ну... О каком-то, эээ... Неестественном... Эээ... Поведении. Понимаете? Эээ... Эээ... Лично мне... Лично мне... Эээ... Ситуация... Ви... Видится... Эээ... Вот именно так. Эээ... То есть, эээ... Есть... Противоречия... Которые вы... Эээ... 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 Ну... Эээ... 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 Ээээ... 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 То есть, ну, что вы готовы сделать, да, что вы готовы сделать, чтобы его не было, вот вообще, чтобы оно не тревожило вас больше, и чтобы вы могли свободно выбирать себе молодого человека, и свободно вступать в отношения с тем, кто вас, там, действительно ценит, действительно уважает, действительно понимает и считается с вас, а не, ну, не подчиняет вас, не пытается подчинить, вот, но это, понимаете, это же, это же, это же, это же не появилось из ниоткуда. У этого есть свои причины, у этого есть свои истоки, так сказать, истоки, и с этими истоками тоже нужно разбираться. Чтобы вы, если вы хотите быть более самостоятельным в своей жизни, если вы хотите быть более независимым. И отдельный вопрос, который я хотел бы вам додать, он звучит так, примерно. как вы восприняли измену мужчинам, то есть, ну, как вы ее, вот, именно восприняли. Мне кажется, это важный момент, потому что, если вы стали думать про себя как-то хуже, вот, а скорее всего, это произошло, то, на мой взгляд, на мой взгляд, это не есть хорошо для нас, потому что, ну, мне кажется, что, с этого могут начаться ваши серьезные проблемы. А именно, да, какие проблемы? Значит, ну, падение самооценки может иметь место быть, может иметь место быть дальнейшее развитие неуверенности в себе, может иметь место быть еще более, ну, еще более зажатое, я бы сказал, поведение с вашей стороны и, соответственно, увеличение количества, ну, количества очень негативных моментов для вас. Вот. на мой взгляд, это очень важно и, если вам не хочется, чтобы, чтобы это было, то, соответственно, с этим нужно разбираться. на этом все, надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, вот, вам необходимо поработать над женским поведением, над детско-родительскими отношениями, над повышением самооценки и уверенностью в себе. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. я вам, по своей стороне, желаю всего самого доброго и удачи. на этом все, пока вы увидите, я буду рад. Продолжение следует...